Всем здрасте, сегодня с вами снова я, Забарив Александр. Мне пришла очередная посылка из Китая. Чуть-чуть открыл, толком не смотрел, но посмотрел чисто, что там внутри лежит. Такая вот маленькая коробочка, на удивление. Что-то написано по-китайски. Ну и, в принципе, схема подключения. Окей, интересно. 36-60? Что за бред? Короче, 12-ти вольтовая сигнализация. Взял себе для велосипеда. Так, давайте распутаем. Вот так, в принципе, и выглядит сама сигнализация. Такой вот динамичек. В нём уже спрятана схема. Из него выходит антенна. Вот, даже подписано. Антенна. Видите, как удобно. Всё подписано. Вот. Да, и это как бы уже идёт на блок питания. Ещё вот мне понравилось, как они сделали. То, что вот штекер, да, и вот штекер. Сюда вы уже самодельный аккумулятор, блок питания отцепляете и так далее. Как бы можно подключать, отцеплять. Очень интересно. Вот, а это вот брелок, пульт такой вот для отключения сигналашки. Вот тоже что-то подписано. Понимаете бы, что здесь написано. В общем, мне понравилось, что оно так открывается и закрывается. Очень классно. Как раз таки для велосипеда вот удобно будет. И причём, знаете, пульт сделан из такого качественного пластика. Вот мне понравилось. Не болтается. Крепкий такой металлический зацеп. Соцепляет на джинс и так далее. И вот, в принципе, видим, полностью функционирует. Кнопочка закрыть, кнопочка открыть, кнопочка какая-то просто, я не знаю, заорать, наверное, и ещё заорать. Я не знаю, для чего это. Вот, смотрите. Ну, кстати, можете качество рассмотреть. Пластик такой ещё, это интересно. Так, давайте её, в принципе, подключим и протестим. Итак, я всё подключил. Вот, плюс к плюсу, минус к минусу. Всё подключено, отману блоку питания. Всё, всё отлично, можно запускать. Подаём питание, 12 вольт ровно. Вот, подаём. Запускается и издаёт такой вот интересный звук. Информирует нас о том, что питание подалось. Вот, ещё раз. Вот. Теперь, включим сигнализацию. Чтобы вам было видно. Всё, он встал на сигнализацию. Теперь, если потрясти или стукнуть, то сигнализация сработает. Заиграла в первый раз, предупреждающее. Если мы ещё раз продолжим трогать велосипед или сигнализацию, или там машину, куда вы поставите. Вот, то она уже заорёт характерно. Первый раз, второй раз. Давайте снимем сигнализацию. Вот, играет она мелодию один раз, после чего сама выключается. Вот, остановить её как-либо во время того, как она орёт, невозможно никак. Как я только не пробовал. Только если перекрывать ей питание. Вот, давайте сейчас продемонстрирую, в принципе. Динамику я переворачиваю вниз, потому что уши реально больно. Очень больно уши. Она очень громкая. Надеюсь, вам было слышно на камере. Ставим сигнализацию. Всё, трясём. Трясём второй раз. И только после того, как она закончила, её можно уже снять сигнализацию на эту кнопку. Вот. Если её как бы, вот она проиграла, да, если ещё раз потрогать, она начинает заново предупреждающая, потом уже основной. Вот так вот. Вот эта кнопка просто не работает. Она, по идее, должна останавливать сигнализацию. Если вот она орёт, то он её приостанавливает. Если ещё раз потрогать, она опять продолжает орать. Вот. А эта кнопка как раз таки поисковик велосипеда, машины, или куда вы её поставите. Ну, вот. Не на сигнализации стоит. Нажимаем эту кнопку. Вот она поиграла. Вы можете найти машину свою, например, или мопед. Ставим сигнализацию. Также по-прежнему всё это работает. Ну, в принципе, и всё. Сработало на меня. Так, вот, в принципе, и всё. Вот так она подключается. Так она орёт, такой пультик интересный. С вами был я, Зубриев Александр. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok